всем привет с вами панков и я сейчас иду на посадку на самолет в бразилию да я второй раз лечу в сан-паулов царя коста чтобы тренироваться сожрать осаи купаться в океане и заниматься вот этим вот всем а вот прям сзади меня стоит самолет на котором я плечу я лечу через стамбул 10 часов у меня пересадка и оттуда я вылетаю в сан-паулов я уже купил белуги для своих бразильских знакомых они там очень котируют пусть порадуются в аэропорту сейчас пустынная в аэропорту внуково нахожусь пустынно но при этом на каждом этапе контроля очень сциклива когда я пошел сдать багаж женщина которая печатает приставочные талоны зависла потому что не знала что у россии из бразилии без виз и уже была готова меня развернуть но видимо вовремя загуглила и все-таки выдала мне посадочные потом я пошел на паспортный контроль вот когда я не участвовать с ней нервничаешь когда на него не ходил уже пару лет немножко один орган играет играет нервничаешь сейчас я последую собственно посадку и следующее включение уже будет в стамбуле и так я в стамбуле поспал пока летел и пока я иду до другого гейта где я буду ждать свой вылет уже в сам паулу быстренько расскажу как я попал вот тут увидеть тут церковь закрыта я билеты купил еще в декабре месяце и когда объявили что турция закрывается вся эта вот паника была я в принципе сидел спокойно махнув рукой в духе ну будь но что будет разберемся подождал неделю и мне просто переоформили билет на те два рейса в неделю которые оставили насколько я знаю оставили два рейса в неделю туркишем оставили два рейса в неделю аэрофлоту плюс если раньше эти рейсы делали небольшие самолеты то есть изначально я должен был лететь из москвы стамбул на аэрбасе 321 небольшой самолет а то сейчас я летел на боинге 777 это здоровенный это огромный самолет один из самых крупных в мире поэтому народ в турцию летает все нормально едем дальше кстати давайте сделаем небольшой unpacking вот моя поясная сумка что в ней начнем с брелка это фонарик чтобы если что-то куда-то упало в темноту посветить намордники без комментариев ребята начать строить вы можете в любой момент и поэтому будьте готовы капли в нос но заложить может время полета вы можете охладиться в аэропорту и чтобы не сидеть не шмыгать носом капельки всегда с собой это у меня пцр тесты международный сертификат о вакцинации где у меня вакцина от желтой лихорадки здесь же лежала сертификация от спутника ну и зарядка для телефона все это я ношу с собой в максимальной близости в поясной сумке потому что она может потребоваться в любую секунду позади меня самолет на котором я полечу до абразилии в принципе я уже успокоюсь потому что с самолета я никуда не денусь а значит на бразильскую землю один и фиг на огонь наступлю итак я в самолете сколько я понимаю нас рандомно рассадили чтобы мы сидели по одному социальная дистанция и весь прочий бред плюс того что я лечу на 350 аэрбасе весь новенький в принципе начнем сидеть и тебе плевать но самое главное что монитор большой он не глючит он легко переключается дали пледик дали там наушнички кое-какие свяжу хорошо но блин в жопе самолет идет 11 час полета я вещаю туалетного сортира вообще тачка и прикольные стреляли сидишь один на трех местах в самолет то что полупустой вообще почти пустой это тебе не теснит обслуживают быстро можно лечь можно проходить можно сменить места мне нравится летать самолетов корид маскам особо не докапывается но я больше среди где-то вот здесь висит единственная минус такой я ощутил на полный самолет всегда остается свободная еда кто-то отказывается и я буду на кухню и попрошай ничего поесть народу мало еды взяли впритык и все что смог выпустить пару зимой чипов огорчаюсь капитально огорчаюсь все я официально в бразилии вот он штамп о том что я прошел паспортный контроль и теперь я в ближайшие пару месяцев с этой подводной лодки никуда не денусь я этому ну прям капитально рад рад просто в крайней степени нервяка было много но по факту вы по лету в бразилию у меня спросили паспорт я показал все свои бумажки пцр сертификат от ковида сертификат желтой лихорадки анкету анвиса которую надо заполнить но на меня посмотрели типа ну круто что есть держишь там а иди отсюда я очень доволен все я вступил второй раз в жизни ногой на землю бразильскую вот изрядно похудевший лишившийся бороды отец андрей который транспортирует меня куда правильно на тренировочку приехал сразу в зал акклиматизация для слабых джет-лак для слабых михаил александрович сразу на тренировочку едет кто не в курсе мы едем на тренировку да андрей готовится заранее стоим ждем когда нам откроют двери в зал вот идет отдал водку по идее должны пустить зал андрей когда у нас на тренировку пусть через две минуты на спустят на тренировку пока видео пошел я распаковывать а почему я в зал упаду через две минуты ну потому что баба пошла в магазин и ключи с собой утащил его пацаны в зале запятые синие окна сзади это собственно окна зала а я щит быстренько пока в машине переоденусь итак прошла моя первая тренировка после 24 часов перелет немножко тяжеловато но нормально завтра уже все мудра будут сзади потом 12 компетент класса потом еще и еще начинаешь тренироваться что ты звездишь сейчас набухается и дрыхнуть будет завтра до вечера не наговаривай не наговаривай спортсмен хера кляну